Мы с вами говорили про теорему Маркова и доказывали ее с помощью теоремы о неподвижной точки и доказали теорему Маркова в случае, когда вот некоторое число n с ноликом равнялось единице. То есть, когда сама исходная матрица переходных вероятностей уже состояла только из положительных элементов. И надо перейти к общему случаю. И, по-моему, значит, я подумал... Что-что? Нет, мы еще не доделали до конца этот переход. Вот. Не доделали, не доделали. Я сказал, что надо это уточнить. И уточнить это лучше с помощью некого дополнения к самой теореме о неподвижной точке. Так что так можете сделать такой маленький подзаголовочек. Дополнение к теореме о неподвижной точке. Значит, что у нас там было? Пространство, как я обозначал, h, да, метрическое? А метрику d? Да. Значит, вот наше метрическое пространство, которое полное. Значит, условия те же самые, почти что. А преобразование t, давайте предположим, что удовлетворяет таким свойствам. t из h в h. Значит, первое – это то же самое, что и раньше. То есть, оно не совсем то же самое. Оно сжимающее, но не само, а некая степень его сжимающая. Значит, вот существует n с ноликом, это натуральное число, такое, что t в степени n с ноликом зажимающее. Ну, то есть, вот расстояние tn с ноликом x, x, tn с ноликом y не превосходит ρ на расстояние между x и y, а ρ меньше единицы, строго. Вот. Для некоторого ρ. Так что я заменяю. А еще добавлю такое условие. Второе, что уже для любых x, y расстояние между t, x, t, y не превосходит. Ну, тут даже, наверное, константу можно поставить. Сейчас увидим. Константы на расстояние между… Вот. Ну, тут для некоторого c больше нуля. Тут уже… И понятно, что здесь вы можете написать больше либо равно единице, потому что, если это верно для c меньше единицы, то доказывать нечего, уже все это будет в точности… в точности само преобразование будет сжимающим. Ну, результат будет ровно почти тот же самый, что и раньше. Значит, тогда это как бы обобщение, если хотите. Тогда существует единственная неподвижная точка. Неподвижная точка. Значит, tx с ноликом равняется x с ноликом. Так. И расстояние t в n-ой x, x с ноликом не превосходит… Ну, вот некоторая константа, по-моему, c в степени n с ноликом, ρ1 в n-ой степени на d x, x с ноликом. Сейчас. А ρ1? А ρ1 – вот что такое. А ρ1 – это должно быть ρ в степени единицы на n с ноликом. Значит, я сразу вернусь к теореме Маркова. В теореме Маркова мы проверили, что всегда dt x, ty всегда не превосходит d от x, y. Так что… И тем самым отсюда все получится. Понятно, да? Что тем самым мы получим то, что надо уже в общем случае при переходе к теореме Маркова. Значит, а как это доказывается? Значит, доказательства. Ну, во-первых, из-за вот второго условия следует, что t непрерывно. Это понятно, да? Липшицевость у нас есть. Условие 2 – это просто условие, что наше преобразование t липшицево. Непрерывно. Хорошо. Ну, давайте пока… Дальше, значит, вот. Пусть x с ноликом – это неподвижная точка преобразования t в степени n с ноликом. Значит, вот так, смотрите, возьмем u – это t в степени n с ноликом. Тогда u – сжимающее отображение, и у него по доказанной уже основной теореме неподвижной точки есть неподвижная точка. Вот пусть x с ноликом – это неподвижная точка. Значит, t с ноликом и x с ноликом равняется x с ноликом. Вот давайте докажем, что она является неподвижной точкой для преобразования t. Ну, действительно, давайте рассмотрим t в степени k n с ноликом плюс 1, подействуем на x с ноликом. Вот такую рассмотрим, такую последовательность. Значит, эту последовательность можно представить как t от t к n с ноликом и x с ноликом, правильно? Можно вот так записать. И поскольку x с ноликом – неподвижная точка, то это будет равно просто t x с ноликом. Так и с другой стороны можно это же самое записать как t к n с ноликом от t x с ноликом. Согласны? Если что-то непонятно, спрашивайте. Значит, я могу двумя способами записать эту степень, потому что степени коммутируют. t k k n с ноликом, а t x с ноликом. Сейчас ли k n нолик плюс 1? k n нолик плюс 1, да. Окей. Плюс 1. Вот. Ну и тогда, смотрите, мы знаем из предыдущего, что у нас, когда есть неподвижная точка, то у нас степени вот такие вот у k t x будут сходиться к x ноликам, причем экспоненциально быстро. Значит, вот это все сходится к t x ноликам. А в то же самое время эта вещь не зависит от n, не зависит от k. Вот мы… Так, что-то я неправильно написал, да? Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Вот здесь, вот здесь без t-шки, вот, вот, к x ноликам. Для любой точки, в том числе для этой. Ну, значит, получаем равенство. Значит, тем самым, следовательно, t x ноликам равняется x ноликам. Значит, t x ноликам действительно неподвижная точка. Ну, теперь надо доказать вот эту оценку получить. Ну, эта оценка получается вот каким образом. Ну, вот пусть n между двумя последовательными членами арифметической прогрессии, k n с ноликом, скажем, здесь пусть будет k минус 1, n с ноликом, а здесь k n с ноликом. Так, давайте рассмотрим расстояние от tn x, x с ноликом. Вот это. Понятно, что это расстояние не превзойдет заведомо от t в степени, чего там, n с ноликом, d, t, k минус 1, n с ноликом, x, x с ноликом. Это из второго свойства. Это понятно или нет? Ну, просто я пользуюсь тем, что x с ноликом – это неподвижная точка. Значит, я могу вот такое количество раз, n минус вот это число, которое не превосходит n с ноликом, применить это неравенство и накопится некоторая степень, которая не превзойдет cn с ноликом. c больше либо равно единице. Вот. Ну, теперь дальше уже по доказанному. Значит, здесь получится cn с ноликом, а вот это расстояние, значит, это ведь что такое? Это у нас u, k минус 1, x, x с ноликом. Вот это расстояние. Вот. Значит, не превзойдет чего там, ρ в степени k минус 1 на расстояние между x и x с ноликом. Вот. Это по… Так. Все уследили? Так. Ну и осталось уже теперь совсем немного. Значит, что же нужно сделать? Нужно домножить на… Сейчас. Уже почти все получено, да? Значит, что у нас тут? Вот у нас k у нас больше либо равно, чем n на n с ноликом. Да, ну вот. Значит, тем самым ρ в степени k минус 1 не превзойдет… Тут уже не так важно, что там получится. Значит, не превзойдет ρ в степени… ρ в степени k минус 1 умноженное на n с ноликом. Так, да? Ну и здесь dx с ноликом. Сейчас, что-то не то, да? А k минус 1… n с ноликом. Сейчас. Минус 1 написать там. Просто n с ноликом минус 1 можно… Ну, можно написать так, что k минус 1 больше либо равно n с ноликом минус 1, да? Так предлагаете? Да. ρ-то меньше единицы, значит… Да, да. Значит, здесь получится n на n с ноликом минус 1, вот. Ну и, значит, что же получается? Это уже можно переписать cn с ноликом, ρ1 в степени n, да? И еще единица на ρ надо. Вот. И тут dx с ноликом. Ну вот я не уверен, что это оптимально. Значит, нужно там в формулировку добавить еще вот здесь единица на ρ в качестве константы. Чуть-чуть увеличивается константа. Не важно. Важно, что есть некоторая константа и есть экспоненциально быстрая сходимость к неподвижной точке. Ну вот, на этом дополнение заканчивается. И мы снова возвращаемся к цепям Маркова. Так, я смотрю, что вы уже в анализе начали измеримые функции. Ну, что-то как-то у нас с бешеной скоростью вы идете. Потому что обычно это предмет следующего семестра. Причем, не с самого начала. Ну, вот я удивляюсь, что он так быстро. Вы понимаете, что дело в том, что я просто знаю эту программу. Я читал этот курс в прошлом году. То, что сейчас он вам читает. Поэтому я почему и удивляюсь. Ну, это уже... Значит, может быть, просто вы быстро схватываете? Нет, он так быстро шел бы быстрее. Понятно. Хорошо. Значит, что же у нас получилось? Значит, у нас получилось следующее. Что если у нас есть цепь Маркова с конечным числом состояний, и если вот для некоторой степени матрицы переходных вероятностей Pn с ноликом, вот мы символически писали вот так, все элементы положительны, то тогда вот супремум по всем i, j, вероятности перехода из j за n шагов минус Pg, вот найдутся такие числа, такой вероятностный вектор, сумма Pg равна единице, такой, что выполнено вот такое неравенство. Вот с некоторой константой на ρ в n-ой степени, при некотором ρ меньшем единице. То есть экспоненциально быстро. Значит, на что хочу обратить внимание, возможно, я это уже говорил, я хочу повторить еще раз. Смотрите, значит, отсюда вытекает, что P и j за n шагов сходятся к Pg, причем скорость сходимости экспоненциальная. Предельные вероятности не зависят от i, для любого i. Значит, вот все равно мы сходимся к чему-то, что зависит только от второго состояния, а не от первого. Это первое, это раз. Это одно замечание. Нет, это я просто вывожу, это следствие из того, что мы получили. И второе, что отсюда вытекает, что тот факт, что P является неподвижной точкой преобразования, которое определяется нашей матрицей, это означает, что выполнено вот такое равенство, и это означает, что вот этот вектор P, если его взять в качестве начального распределения, он является таким вот стационарным распределением. Потому что, значит, смотрите, вот рассмотрим вероятность того, что x1 равняется g при условии, что x0 равняется i. Это переходная вероятность, так? Сейчас, одну секундочку, давайте, секундочку. Смотрите, что означает, что я взял P в качестве начального распределения? Это означает, что распределение распределение x0 вот совпадает с P, так? С вектором P. Вот. Это означает следующее, что вероятность того, что x0 равняется i, это есть P i. Ну вот тогда давайте посмотрим на вероятность того, что x1 равняется, скажем там, g какому-то. Распределение в следующий момент времени. Что у нас получится? Ну, мы знаем, что это то же самое, что вот, значит, я беру P i, а здесь дальше я должен умножить на вероятность перехода из i в g и просуммировать по всем i. Ну так в силу вот этого равенства я попаду здесь, получу здесь P i, это просто другая форма этой записи. Ну что это значит? Это означает, что распределение x1 совпадает с распределением x0. Ну и понятно, что так оно будет продолжаться все время, то есть, значит, мы получим следующее следствие. распределение xn для любого n равно π. Вот оно, стационарное распределение. Оно все время, так сказать, переходит само в себя. Ну вот теперь в качестве в качестве иллюстрации давайте рассмотрим то, что называют урновой моделью диффузии. Там их несколько, но вот одну из них. Так все доказано. Если вы... А что, что-то не ясно? Нет, спрашивайте, если кажется. Сейчас там распределение x0 равен π. Да. Сейчас π с чертой. Вот. Ну это формула полной вероятности. Вот вероятность того, что x0 равняется и умножается на вероятность перехода из fg. Вот. Получаем это. И так далее. А π с чертой это и пе. Да. Урновая схема диффузии. Ну, про диффузию вы знаете, скажем. Вот диффузия газов. Вы имеете два сосуда. В одном начальный момент молекулы только одного газа, в другом только другого. Между ними есть перемычка. Перемычка открывается, начинается, молекулы двигаются хаотически, значит, периодически переходят из одного сосуда в другой. И через некоторое время проверяют состав, и получается, что состав, значит, если все, так сказать, аккуратно подобрано, что получается такая смесь. И в двух сосудах пропорции этих газов одинаковые. Ну вот, урновая модель диффузии выглядит следующим образом. Вот имеются два сосуда, две урны, первая и вторая. В начальный момент времени в первой урне имеется N белых шаров, а во второй урне N черных шаров. Вот эти наши молекулы. Ну и дальше начинается обмен молекулами. На удачу выбирается один шар из первой урны, один шар из второй, и они меняются местами. На следующем шагу процедура продолжается. Опять на удачу выбираются два шара, они же там все время перемешиваются, поэтому можно считать, что действительно на удачу происходит этот выбор. И так далее. Значит, ну понятно, что после какого-то момента времени, если посмотреть на эти две урны, то, значит, сколько-то будет белых в первой урне, скажем, не пишите, просто посмотрите. Ну и ясно, что поскольку общее число молекул в каждой урне, молекул шаров остается одним и тем же, то, значит, соответственно, будет N минус X черных, а здесь будет наоборот. N минус X белых и X черных. Ну и тем самым понятно, что в качестве параметра, который полностью определяет положение, полностью определяет состояние нашей системы, можно рассматривать, скажем, число белых шаров в первой урне. Ну вот пусть XN, это и есть это число на N-ом шаге. Так, у вас вопрос? Нет вопроса. Вот пусть XN, тогда что можно сказать про XN? Возможные значения XN это числа от нуля до N большого. Что такое что? XN это количество белых шаров, шаров в первой урне, на N-ом шаге. Дальше. Если понятно совершенно по самому описанию того, что происходит, что это марковское свойство имеет место. потому что в тот момент, когда мы знаем, сколько здесь шаров, мы не интересуемся, каким путем мы сюда пришли. Дальнейшие переходы определяются словами, что мы выбираем на удачу шары. Это означает, что... Тем самым мы задаем условные вероятности перехода из одного состояния в другое. Какие возможны переходы? Если у нас вот это X, это K. K шаров. Вот мы сейчас находимся в этой точке. Понятно, что за один шаг число белых шаров может либо увеличиться на единицу, либо уменьшиться на единицу, либо остаться тем же самым. Других вариантов нет. Значит, тем самым возможны и переходы нашей цепи. Вот такие. В K минус 1 и в K плюс 1. Так? Давайте найдем эти вероятности. Ну, это если мы находимся во внутренней точке. Вот такая картина. Это для K больше нуля и меньше n. А что происходит, если мы находимся, скажем, в точке, в крайней точке, в нуле или в n. Мы 100% поборачиваем. Форная краска. Да. В этом случае мы обязательно с вероятностью единица идем в соседние точки. Так что вот эти точки действуют как отражающие экраны. Тоже понятно. Вот. Ну, значит, вот мы выпишем здесь все. Значит, вероятность перехода из нуля в единицу равна единице. Вероятность перехода из n в n минус 1 равна единице. А если k между нулем и единицей, между нулем и n, строго между, то тогда, значит, вот у нас три вероятности. pk, k минус 1, pk, k и pk, k плюс 1. Ну, чему равна вероятность перейти из k в k минус 1? Это значит, что белый шар должен уйти из первой урны, а прийти... А, как же, 2 получается? А, нет, конечно, не да. Нет. Тогда получается так. Вероятность выбрать белый шар из этой урны, когда здесь k белых, это будет k. k и вероятность выбрать черный шар, тоже k. Значит, будет k квадрат и делить на сколько вас, какое число возможностей? На n квадрат. Давайте pk плюс. Здесь будет n минус k в квадрате на n в квадрате. Ну и pk в k. Дополнительная вероятность это будет 2k на n минус k на n в квадрате. Так, если у вас нет вопросов, и если вы хотите поговорить, то... Если есть вопросы, спрашивайте. Я сейчас могу спросить, как мы определим п от 2 индекса? Как, что? Это вероятность перехода из одного состояния в другое, вот, из точки k в k минус 1, в k плюс 1. k минус 2, мы же один белый убрали, и один черный... k – это количество белых. k – это количество белых. Оно не может отличаться больше, чем на единицу. Еще вопросы? Вот. Ну вот получается такая вот матрица переходных вероятностей полностью задана. Ну вот я утверждаю, что можно для этой марковской цепи применить теорему Маркова и тем самым получить, что есть такое стационарное распределение, к которому соответствующие вероятности экспоненциально быстро сходятся. Ну, у этой матрицы довольно много нулей, поэтому как проверить, что некоторая степень ее положительна? Ну вот на самом деле воспользуемся тем, что у нас есть возможность стоять на месте. Значит, смотрите. Вот я хочу найти такое число n с ноликом, про которое выполнено следующее, что вероятность перехода из любого состояния i в любое состояние j за n с ноликом строго больше нуля. Вот я хочу найти такое n с ноликом. Значит, заметим следующее. Значит, нужна оценка некоторая снизу для этой вероятности. Нет необходимости умножать матрицу, тем более, представьте, если матрица такая в боротенную степень, то это, в общем, конечно, можно по индукции, наверное, посмотреть. Там, наверное, количество диагоналей, которые будут ненулевые, будут потихонечку увеличиваться, но это очень муторно. Проще поступить иначе. Смотрите, вот ясно следующее, что давайте рассмотрим какую-нибудь цепочку состояний α1 и так далее, αn с ноликом. Так? Тогда вот эта вероятность, очевидным образом, это и есть сумма вот таких вероятностей. πα1, πα1, πα2 и так далее, παn с ноликом минус 1 на g. И по всем вот таким цепочкам. По всем цепочкам. Вот как мы можем… Это просто формула полной вероятности плюс марковское свойство. Как перейти из ИВЖ за n с ноликом шагов? Значит, надо пройти по какой-то цепочке длины n с ноликом. Вот я перебираю все цепочки. Вероятность перехода по одной цепочке в силу марковского свойства есть вот это произведение. Мы это уже выясняли. Ну, иначе надо взять сумму. Ну, так понятно, что всё это заведомо будет больше либо равно какого-то одного слагаемого. Ну, вот какого-то одного слагаемого. Значит, если я нашёл n с ноликом, нашёл такое число и сумел указать цепочку состояний, цепочку длины равную вот этому n с ноликом, что все вот эти отдельные индивидуальные вероятности положительны, произведение их будет положительно, ну и получим, что все элементы матрицы будут положительны. Значит, ну, как найти здесь в нашем случае, какое число n с ноликом заведомо годится? Ну, я думаю, что n плюс 1, наверное, годится уже. Здесь альфа n с ноликом минус 1 или просто 1? Альфа n с ноликом, да. Да, нужно 1, 2, да, n с ноликом. Почему равен вектор альфа? Что-что? Почему равен вектор альфа? Что это первое значение вы знали? Да нет, ну, альфа 1 это какое-то, да? А альфа с чертой здесь? Там альфа… Альфа 1. Альфа 1. Альфа 1, альфа 2, альфа n с ноликом. n с ноликом шагов. Ну, вот смотрите здесь. Вот вы взяли состояние и и состояние жи. И дальше вы делаете следующее. Значит, если состояние жи у вас внутреннее, вы идете из и в жи, вам для этого нужно будет не больше, чем n шагов, правда? А оставшееся число шагов вы стоите на месте, потому что у вас есть вероятность, она положительна. И все эти шаги будут положительны, потому что каждый индивидуальный шаг на единицу, влево или вправо, он осуществляется с положительной вероятностью. Значит, если состояние жи – это крайняя точка, ну, так то же самое. Так что, наверное, даже n хватит. Ну, n плюс 1 надо. n хватает, да? Если мы хотим из конца в конец, то… Ну, из конца в конец, тогда n плюс 1. Нет, из конца в конец ровно n шагов. 1, 2, а, да, ровно n, да. Ну, это… Из конца в тот же самый конец, а n равно 2. И става… Тогда не будет предельный. Нет, смотрите, скажем, из нуля в ноль я ушел в единицу, постоял нужное число шагов на месте, потом вернулся. Если n равно 1, то не сойдет. Да, это предельный будет. Если n равно 1, то у нас двудольный будет. У нас нельзя в тени. Да, у нас тогда нет предельного значения. Нет, ну понятно, что есть интерес этой модели для n больших, потому что в реальной ситуации в единице объема, вы, наверное, знаете, число Авагадро – это 6 на 10 в 23 степени, что-то в этом духе. Так что это гигантское число. Так что маленькие значения n большого мы не рассматриваем. Важно, чтобы вы уяснили принцип, что для проверки условия теоремы Маркова нет необходимости, необязательно возводить матрицу в большие степени. Вот таким способом гораздо проще это условие проверять. В данном случае вот n с ноликом равное n плюс 1 уж заведомо хватит. Значит, по теореме Маркова существует стационарное распределение π. Так вот, оказывается, что это стационарное распределение можно найти явно. Вот сейчас я вам дам формулу. Ну, а проверить, ведь оно же единственное, значит, проверка того, что оно действительно является стационарным распределением, это я уже оставлю вам в качестве упражнения. Вот. Так вот, стационарное распределение оказывается вот какое. Такое красивое распределение. Вы знаете, что сумма квадратов биномиальных коэффициентов, это есть как раз c из 2n по n, так что сумма этих вероятностей будет равна как раз единице. Значит, здесь жир меняется от 0 до n. Значит, упражнение проверить, что это так. Что это действительно стационарное распределение. Ну, а теперь, ведь в чем интерес этой задачи? Значит, смотрите, интересно понять, вот даже на этой простейшей модели, будет ли вот этот эффект диффузии каким-то образом проявляться или нет? В чем состоит эффект диффузии? Что мы с большой вероятностью будем находиться в состоянии близком к середине, кен пополам. Ну, я не знаю, как получается. Нет, ну, пока. Вот давайте оценим это. Вот сейчас как раз это проделаем. И за счет того, что мы знаем явный вид вот этих вероятностей, можно будет оценить и получить некую асимптотическую формулу и понять, что вероятность даже чуть-чуть отклониться от n пополам будет чрезвычайно маленькая. Ну, у нас n порядка 10-23 степени. Это то, что, так сказать, в реальности. При больших n, конечно. Значит, смотрите, давайте будем считать, что мы уже пришли в стационарный режим, и что у нас как бы начальное распределение – это π, и оно все время воспроизводится. Ну, и тогда вероятность того, что нам нужно рассматривать, что xn – это все равно, правда, распределение одно и то же, так что, может быть, даже здесь xn не стоит, можно писать x1, x1 минус n пополам, ну, вот больше εn. Вот такую вероятность давайте рассмотрим. Больше или больше, либо равна – это несущественно. А ε будем выбирать чуть позже. Вот я рассматриваю отклонение от половины, от середины, от n пополам. Вот, ну, что же тогда, поскольку распределение x1 – это πg, это есть в точности сумма πg. По каким индексам g? По тем g, для которых, вот, выполнено неравенство. g минус n пополам больше либо равно εn. Видно здесь, нет? Сумма πg. Пожи, пожи. Теперь обратите внимание вот на что. Что я хочу использовать? Я хочу использовать вот явный вид этой вероятности. Вот давайте здесь ее еще раз выпишем. Значит, cng. В квадрате на c из 2n по n. Значит, давайте вот что сделаем. Давайте домножим и разделим на 2 в степени 2n. И здесь тоже. Ничего не изменилось. Ну, теперь, вот нижняя часть, нижняя, вот эта вот, вот эта. Это то, что у нас, когда мы говорили о случайных блужданиях, о законе о синусе, это u2n, правда ведь? С2n из 2n из n, умноженное на 2 в степени минус 2n. И мы знаем о симпсотику этого дела. Мы знаем, что это ведет себя как корень из nπ при n большим, стремящемся в бесконечность. Сейчас, да, 1 на корень из n, конечно, 1 на корень. Прошу прощения, это я уже, мне придется перевернуть. Единица на корень из nπ. А что здесь получается? А то, что там мы можем переписать в такой форме. c из n по g, единица на 2 в степени n в квадрате. И то, что вы здесь видите, это биномиальные вероятности. Ну, в квадрате. А про биномиальные вероятности мы знаем, у нас есть локальная теорема Мавролапласа, которая дает нам асимпсотику их. И благодаря этому можно будет дойти приближенное выражение для этой суммы. Вспомните, вот это, значит, вот это есть то, что мы обозначали PNG, PN большое, N большое, только в квадрате. А PNG, вспоминаем локальную теорему Мавролапласа, PNG эквивалентно чему? Там единица на корень из 2π, единица на корень n, а P и Q здесь у нас по одной второй, значит, здесь 1 четверть. И дальше, что там дальше? Это е в степени минус xg в квадрате пополам. А xg – это вот что такое, это g минус n пополам, g минус n пополам, деленное на корень вот из n с одной четвертью. ПНG – это бинамиальная вероятность, вероятность иметь g успехов в n-испытаниях Бернолли с равными вероятностями, с P и Q равными одной второй. Вот. Ну, хорошо. Значит, что же тогда получится? Получится, что… Асимптотика по n, понимаете? М? По n-испытания. Асимптотика по n, да-да, конечно, когда n стремится к бесконечности. А g не будет. А g фиксирована. А g фиксирована. Ну, на самом деле, на самом деле, как вы помните, там эта асимптотика равномерна по g из более широкого множества. Так что, на самом деле… Ну, я сейчас не буду входить уж совсем в мелкие детали, это не так интересно, это же иллюстрация. Значит, тем самым, смотрите, если я возьму в квадрате, то что у меня получится? pn в квадрате, вот давайте здесь выпишем, pn в квадрате, тем самым будет эквивалентна 1 на 2π, дальше 1 на… Ну, давайте перепишем здесь так, 4 на n, да, и здесь будет e в степени минус x в квадрате. Двойка пропадет. Ну, дальше я напишу, что это приближенно равно вот такой сумме. Давайте теперь, смотрите, раз здесь участвует x-житое, то хорошо бы нам преобразовать вот это все с тем, чтобы и здесь x-житое получить. А для того, чтобы получить x-житое, достаточно вот здесь поделить, да, на обе части на корень из n на 4. Так, ну и здесь мы поделим, что у нас останется? Останется корень из n, а здесь двойка возникнет, да? По-моему, так. Да, я просто переписал то, что было написано, просто для того, чтобы… Значит, здесь возникнет сумма по всем жи, для которых модуль x-жи… Модуль x-жи будет больше либо равно 2 эпсилен корней из n. Ну, а вместо пи-жи я напишу пи-жи вот это вот выражение. Значит, единица на 2пи, 4 на n, да? И еще будет здесь сумма e в степени минус x-жи в квадрате без половинки. Так, что-то я… Сейчас, секундочку. Я где-то… Что-то я забыл. Вот, я забыл еще разделить на u2n. Значит, когда я разделю… Только почему? Да, я должен разделить. Значит, это тем самым здесь возникнет множитель, множитель, значит, 4, 4, а там будет пи-эн, да? Корень из пи-эн. О! Корень из пи-эн. Это я поделил на u2n. Вот. Ну, и, значит, еще раз напишу, что у нас здесь будет. Будет корень из пи, 2 на корень из пи, да? Может быть, двойку я неправильно, и единица на корень из пи-эн. И эту единицу на корень из пи-эн логично внести под знак суммы, на самом деле. Сумма, вот по всем g, для которых модуль xg больше или равен 2 эпцель на корень из пи-эн, а здесь будет единица, да, на корень из пи-эн. Равно 2 на корень из пи-эн. Так что я здесь напишу 2 на корень из пи-эн, а эту двойку превращу в единицу. Вот так. И здесь будет е в степени минус xg в квадрате. И вот теперь видно, что здесь в чистом виде интегральная сумма для, вот, единица на корень из пи, а здесь будет интеграл по области модуль x больше 2 эпцеллен корней из n, е в степени минус x квадрат dx. Ну, сейчас уж давайте докончим, и потом сделаем перерыв. Ну, и этот интеграл, это, значит, что ж такое? Это 2 на корень из пи интеграл от 2 эпцеллен корней из n до бесконечности, е в степени минус x квадрат dx. Значит, это, на самом деле, если нарисовать график функции е в степени минус x квадрат, то это тоже ведь очень похоже на то, что я вам рисовал, когда мы говорили про локальную теорему Мавра-Лапласа. Это тоже гауссовская кривая, только с параметрами уже будет не 0,1, а с параметрами 0 и 1,2. Вот. Ну, вот, и мы, значит, интегрируем это все. Вот здесь у нас 2 эпцеллен корней из n, и мы интегрируем вот по этому кусочку. В силу симметрии я заменил интеграл тот на удвоенный интеграл, который вы видите. Ну, и вот давайте совсем грубо оценим. Ясно, что это очень маленький интеграл, потому что е в степени минус x квадрат очень быстро убывает. Значит, если здесь эпцеллен взять зависящий даже от n, там, вот, то все равно здесь еще будет очень большое число. Значит, ну, уж заведомо это не превзойдет чего ж там. Ну, 2 на корень из π, бог с ним. Ну, ладно, пусть будет 2 на корень из π. А здесь давайте заменим е в степени минус x квадрат на е в степени минус x, чтобы интеграл сосчитался. Это грубая оценка, но достаточно. Значит, тогда получится здесь просто е в степени минус 2 эпцеллен корней из n. Ну, и давайте возьмем в качестве эпцеллен, ну, например, единица на корень четвертой степени из n. Просто ради... Так, кстати. Что у нас получится? Значит, у нас получится оценка. Некоторая константа, которая совсем небольшая. 2 на корень из π, а здесь будет е в степени минус... Кто сказал? Нет, я... Наоборот, наоборот, чем уже мы возьмем зону, тем более интересный результат можем получить. Вот поэтому я беру эпцеллен маленькое такое. Это интереснее придумано. Я же сейчас не стараюсь вам дать абсолютно точный результат, потому что на самом деле тут возникают вопросы, когда вот я заменяю... Я же делаю приближенные равенства. Значит, здесь надо еще думать. На самом деле можно оценить это все более точно, так что все равно это... То, что мы получим, это будет еще очень грубая оценка, результат более тонких вычислений. Он даст гораздо более точную оценку, и все эти приближенные равенства заведомо туда погрузятся. Значит, здесь будет е в степени минус 2 на корень четвертой степени из n. Ну, а теперь вот возьмите n порядка 10 в 23 степени и поймете, что эта вероятность ничтожная совершенно. И это означает следующее, что вот у нас это наше n пополам. Вот вы берете окрестность, значит, n пополам плюс-минус 2 корень четвертой степени из n. Так, это пасы... Что? Потому что мы должны на n умножить окрестность. Эпсилон n. У нас окрестность епсилон n. Поэтому 2 корни четвертой степени из n. Нет, смотрите. Открестность на сепсилон n. Эпсилон – это 1 делить на корень четвертой степени из n. Значит, окрестность – это корень четвертой степени из n в кубе. А, ну да, 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 значит, действительно, да, корень чрезмерный из n в кубе, так сказать. Без двоечки. Ну и без двоечки, да, согласен. Все равно по отношению, мы же все должны мерить, на самом деле, поделить на n, там нужно брать пропорцию, значит, тогда здесь возникнет одна вторая, плюс-минус, что там будет? Да, будет единица на корень четвертой степени из n, вот. Так что это будет действительно окрестность очень маленькая, и вероятность того, что мы выйдем за, значит, что мы получим значение вне этой окрестности, оценивается вот такой вот величиной. То есть это не исключительно малое. Вот почему, ну, я не хочу сказать, что именно по этой причине мы не наблюдаем отклонения от середины, но вот почему это состояние исключительно устойчивое. Во всяком случае, вот это явление диффузии, этот феномен, он здесь налицо. Ну, давайте сейчас сделаем перерыв, потом я еще скажу несколько слов в этой ситуации. Вот еще один интересный эффект можно на этой модели так вот как-то вам предъявить. Значит, смотрите, обычно есть, ну, считается, что это некоторый парадокс физики, что вот смотрите, значит, вот мы предоставили нашу физическую систему вот эти газы диффундировать, и вот они пришли к состоянию, когда пропорции газов одинаковые. Спрашивается, а вот, дескать, вроде бы все уравнения физики, они не меняются при замене время, если мы обращаем время, то с другой стороны кажется, что если мы обратили время, то что дальше будет происходить? Все должно как бы идти в обратную сторону. А на практике это как-то противоречит разным физическим представлениям. Вот давайте посмотрим, что будет в нашем случае, в нашей модели. Что значит обратить время? Это означает следующее. Вот у нас была марковская цепь, x0, x1, xn, так? Ну а теперь обращаем время, это значит, что мы смотрим xn, xn минус 1, и так далее, x0. Что-что? Ну да, 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 но этого уже мы не наблюдаем, правда? Так не должно быть. Вот. Ну нет, ну я сейчас не хочу углубляться в физические все детали, я хочу просто посмотреть, что получится в нашем случае. Вот мы обратили время. Значит, ну вот уже, по крайней мере, участие, мы уже эту задачу решали, обращенная вот такая последовательность тоже будет марковской цепью. И давайте будем считать, что в качестве начального распределения мы выбрали вот это наше стационарное распределение π. Значит, распределение одно и то же. Значит, тогда давайте посчитаем, каковы будут переходные вероятности вот у этой новой марковской цепи. Тот факт, что она марковская цепь, значит, у половины, у одной группы мы уже эту задачу решали, у другой будем сегодня решать на практике. Доказывать это, что она марковская. Вот. Ну давайте посмотрим. Значит, что нам нужно? Значит, пусть это... Это вот что такое. Значит, yk это равно xn-k. Значит, переходные вероятности для этой марковской цепи это вероятности такие. yk плюс 1 равняется g при условии, что yk равняется i. Ну, это то же самое, что вероятность того, что yk плюс 1 равно g, yk равно i, деленное на вероятность того, что yk равно i. Ну, давайте перепишем это вероятность того, что xn минус k минус 1 равняется g, а xn минус k равняется i. А эта вероятность... Ну, да, тоже давайте напишем ее. xn минус k равняется i. Это можно явно выписать. Вот эта вероятность, это ведь pi. У нас распределение стационарно. Значит, в любой момент времени у нас вероятности одни и те же. Вот. Это pi. А что здесь будет? А здесь напишем так. 1 на pi умноженное на вероятность того, что xn минус k минус 1 равняется g, так, на условную вероятность, тоже по формуле полной вероятности, в определении условной вероятности, xn минус k равняется i, при условии, что xn минус k минус 1 равнял из g. Ну, и придем вот к чему. Придем к pi g делить на pi i на вероятность перехода из g в i. И самое интересное, что в нашем случае можете проверить, что вот если все посчитать, то получится p и g, то есть те же самые вероятности сохранятся. Ну, это вот. То есть получается, что время обратили, а вероятностные законы, которые управляют поведением этой последовательности, такие же, какие были раньше. И, значит, тенденция к тому, чтобы держаться около точки n пополам, она все равно останется. Так что вот такой вот вероятностный подход, он в каком-то смысле может быть полезен для размышления о физических проблемах. Ну, и на этом уже тогда мы остановим наше рассмотрение вот урновой модели диффузии и будем двигаться дальше. Значит, тем самым эта часть заканчивается. Переходим. Вероятность того, что всем легко снова разобьется белый в одну чашу, придут и черный в другую, равна стремится к зенице? Наоборот, она будет ничтожно маленькая. В этом весь и фокус. Даже при обращении времени, поскольку у нас вот эти переходы, они управляются стахастически, тенденция к тому, чтобы держаться в середине, останется… Я имею в виду, что хотя бы в один момент времени, на каком-то очень большом промежутке, все молекулы разобьются… Ее можно оценить, она будет невероятно маленькая. Нет, у меня идут бесконечные числа шагов. Она будет стремиться к константе завещать. Да, это интересное высказывание. Да, так тоже нехорошо говорить, стремиться эквивалентно тогда уж надо говорить. Ну, хорошо. Значит, что там дальше у нас в программе? Нет, профиксированное, наверное, следите, что шагов стремящихся к бесконечности там можно. А, вот что у нас. У нас теперь следующее. Все, давайте сейчас оставим, если будут какие-то вопросы, будут дальше обсуждать. Значит, теперь сделайте такой заголовок. Классификация состояний. Классификация состояний. Ну, можно по разным признакам классифицировать, но, тем не менее, есть некоторые общие такие понятия. Так что я начну с определения. Значит, определение 1. Значит, я скажу, что состояние Ж следует достижимо из И. Вот это обозначение. Значит, Ж достижимо из И. Если существует такое Н, что вероятность перехода из И в Ж за Н шагов строго положительна. В этом случае мы говорим, что можно перейти. Это означает, что из И можно перейти в Ж за какое-то число шагов. И кратко говорим, что Ж – это достижимо из И. И обозначение вот такое. И стрелочка в Ж. Ну, и понятно, что, скажем, если это не так, то вот можно использовать вот такой символ, что Ж – недостижимо из И. Значит, такого Н не существует. При любом Н вероятность перехода из И в Ж за Н шагов равна нулю. Значит, это дополнение к этому. Теперь второе определение. Давайте скажем, что И и Ж сообщаются. Можно либо вот так, либо вот так. Значит, И и Ж сообщаются. Понятно, что это означает? Если Ж достижимо из И, а И достижимо из Ж. Если, верно, следующее. Так, И. И так. Символически. Но это не значит, что существует одно и то же Н. Это значит, что существует Н и М, такие, что вероятность перехода из И в Ж за Н шагов больше нуля и вероятность перехода из Ж в И за М шагов тоже больше нуля. То есть, они не обязаны совпадать. Какие-то числа. Важно, что существуют. Это понятно. Вот. Дальше. Следующее определение. Номер три. Состояние И, назовем существенным. И существенное состояние. Если оно сообщается с любым достижимым из него состоянием. Значит, если оно сообщается с любым Ж таким, что Ж достижимый язык. То есть, если оно сообщается с любым состоянием Ж, которое из него достижима. Значит, что означает, что может быть действительно легче понять, что такое несущественное. Значит, несущественное означает следующее. И несущественное. Это значит, что существует Ж такое, что Ж достижима из И, но И недостижима из Ж. но это уже следствие будет интуитивно так вы правильно понимаете что что вот все это будем сейчас проверять доказывать что все это нам нужно знать не уровне ощущения интуиция подкрепить доказательствами ну знаете нет так математике так все таки это опасно действовать можно таким путем прийти к заключениям которые совершенно не никак не могут быть выполнены так что нет нет надо очень осторожно относиться к так вот такие определения давайте как-нибудь а нет нет вот это недостижима да да это не демон для там выписал значит здесь хорошо значит теперь вот что интересно оказывается что если рассмотреть класс всех существенных состояний то соотношение достижимости точнее лучше сказать так соотношение отношения сообщаемости является отношением эквивалентности сейчас я это сформулируем и это проверим нет на существенных состояний почему не может нет и они про все я ничего не утверждают там смогут быть разные 4 давайте я сформулирую и будем это делать значит итак предложение предложение 1 значит вот обозначим если у нас е это все все состояния так а е со звездочкой это существенные состояния е это класс существенных состояния е со звездочкой класс существенных состояния тогда тогда вот это соотношение и жить в е со звездочкой является отношением эквивалентности нет 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 надо проверять все так вы ну ради бога вы очень стараетесь забежать вперед значит давайте немножечко терпения значит что мы должны проверить мы должны проверить первое что что там симметричность да что если и и сообщается же то тогда же сообщается с и но это очевидно правда по определению вот это очевидное свойство это вытекает из определения очевидно второе что там давайте проверим транзитивность что если и и жи сообщаются и жи сообщается с скажем ска то тогда и сообщается ска но это просто действительно потому что но смотрите значит у нас же достижимое из и в частности а к достижимой жи а живости жи маяска значит у нас существует здесь такое н что вероятность перехода из и в жи за н шагов больше 0 а здесь существует такое м что вероятность перехода из G в K за M шагов тоже больше нуля. Ну и тогда понятно, что вероятность перехода из I в K за N плюс M шагов в силу уравнения Маркова, Чепмана, Калмогорова, это что ж такое? Это же есть сумма P и S за N шагов на P S G за M шагов по всем S это больше либо равно, чем одно слагаемое, вот произведение вот этих двух чисел P и G за N умноженное на P G K за M шагов, а это больше нуля. Значит, следствие, как следствие получаем, что K достижима из I. ну так понятно, что обратная цепочка в силу симметрии получается таким же образом, тем самым получаем, что I и K сообщаются. Так что у нас есть разъективность. не пользуемся, если что он существенно не пользуемся. Пока не пользуемся. А я не я не И эквивалентно самому себе. И пользуемся эффективность. Вот. Теперь третье. Нужно проверить, что вот третье свойство, что I эквивалентно самому себе. Ну, давайте проверим. Как проверить это? Первый вариант, когда существует какое-то G неравное I такое, что G достижима из I. Это первый вариант. Ну, в общем, разницы-то нет, но неважно, да. Действительно. Действительно. Значит, ну вот пусть G какое-нибудь состояние не обязательно неравное. Действительно можно это объединить. Пусть G существует так большая нуля, иначе это натуральное. Вот. Пусть G такое состояние, что G достижима из I. Значит, это означает, что вероятность перехода из I в G за какое-то число n больше нуля. Поскольку мы рассматриваем существенное состояние, то I достижима из I. И, значит, существует и даже это можно уже можно про это даже и не говорить. И, значит, по предыдущему свойству I достижима из I. G существенное на G? G не обязательно существует. Нет, я сейчас рассматриваю... Хорошо, то есть, если существует G существенное, такое же видит? На самом деле, на самом деле, если состояние G достижимо из существенного состояния, то оно само существенное. Так что, ну, вообще, я с самого начала ограничился классом существенных состояний. Ну, значит, еще раз повторяю, смотрите, вот пусть G какое-нибудь состояние достижима из I. Тогда и достижима из G, потому что оно существенное. Значит, и достижима из I. Значит, и сообщается с I. Тем самым это выполнено. Куда-то шагнули первый шаг, все это достижимо куда-нибудь шагнули. Конечно, конечно. Так это настояние на месте тоже шагнули в себя. Да, если стоим на месте, это переход в себя. Да, это верно. Ну, давайте это все-таки проговорим, чтобы не было двусмысленности. Для завершения проверки того, что это эквивалентность, это неважно, существенное оно или нет G. Оно какое-нибудь. Важно, что из него мы можем вернуться за какое-то число шагов обратно. Вот это важно. потому что исходное состояние существенное, по определению существенное. У нас по определению существенного можно куда-то попасть. Нет. Что такое, смотрите, что означает, что оно существенное, что оно сообщается с любым G, которое из него достижимо. Если мы знаем, что G достижимо из I, это значит, что I достижимо из G. Это означает, что мы можем вернуться. снизу G. Это отношение эквивалентности. Ну, что означает? Это означает, что наше множество существенных состояний разбивается на непересекающиеся классы эквивалентности. Вот эти классы называются неразложимыми. Теперь уже у нас я буду пользоваться вместо вот такой стрелочки я буду пользоваться знаком эквивалентности. И классы эквивалентных состояний E со звездочкой разбивается на непересекающиеся классы эквивалентности. В каждом классе будут все состояния сообщаться друг с другом. И с одного класса в другой уже перейти будет невозможно. Так что с точки зрения если мы интересуемся динамикой с тем что происходит с переходными вероятностями за большое число шагов то естественно изучение нужно проводить на отдельных вот этих классах эквивалентности. Они называются неразложимыми классами. Такой класс отдельный класс называется неразложимым. Так что там дальше у нас ну вот теперь давайте представим себе что мы что вот не знаю даже как его обозначить но пусть есть со звездочкой неразложимый класс хотя собственно значит смотрите что у нас может происходить какие могут быть явления даже внутри неразложимого класса значит если мы интересуемся существованием пределов при н стремящемся в бесконечность для вот этих вероятностей что оказывается предположение только неразложимости этого недостаточно эти пределы не обязаны существовать потому что возможно явление цикличности вот давайте простейший пример когда у нас есть четыре состояния первое второе третье четвертое и мы переходим вероятность перехода из ижи равна одной второй для всех ижи тогда очевидно что все состояния сообщаются между собой правда это один класс неразложимый все все существенные состояния но в то же самое время что если мы находимся вот в состоянии с нечетным номером то с вероятностью единицы на следующем шагу мы окажемся в состоянии с четным номером и наоборот и вот у нас будут такие переходы этого класса сюда потом обратно и так далее и значит тем самым вот эти вероятности перехода у нас будут за скажем если и ижи принадлежат одному классу то в случае если н нечетно то вероятность такая будет равна нулю а если нет то наоборот будет стремиться к некоторому пределу ну в данном случае к одной второй и тем самым вся последовательность предела уже не может иметь так что вот нужно как-то бороться с цикличностью вот вводится такое понятие понятие периода состояния определение уже номер четыре пусть это определение годится для любого состояния неважно здесь какое пусть же некоторое состояние вот обозначаем даджи вот что обозначаем наибольший общий делитель всех тех н для которых вероятность перехода из жи в жи за н шагов больше нуля это число называется периодом состояния жи период жи жи вот но у нас еще есть некоторое время давайте докажем что если состояние сообщаются то у них одинаковые периоды нет это неверно прошу прощения а нет верно должно быть для куда значит итак следующее предложение предложение 2 если и и и жи сообщаются Тогда d от i, d от g равняется d от i. Ну вот давайте множество, которое вот здесь в определении фигурирует, как-нибудь обозначим. Вот это вот множество, множество тех n. Пусть это будет a от i, скажем. А от g. Множество тех индексов n, для которых мы можем вернуться за n шагов. Значит, если i сообщается с g, то существуют k и l, такие, что вероятность перехода из i в g за k шагов больше нуля, так и вероятность перехода из j и за l шагов тоже больше нуля. Это по определению сообщаемости. Ну, что отсюда следует? Отсюда следует, что... Сейчас, сейчас. Без петли, без петли, без петли, потом проведем. Ну, естественно, естественно. Отсюда следует, что вероятность перехода из i в i за k плюс l шагов больше нуля, и вероятность перехода из j в j за k плюс l шагов тоже больше нуля. Это означает, что k плюс l лежит, следовательно, k плюс l лежит вот в a от i, пересеченном с a от g. Ну, хорошо. Ну, а теперь, значит, что я хочу доказать? Ну, давайте рассмотрим какое-нибудь n из класса а от i. И рассмотрим вероятность перехода из i в i, из... нет, сейчас напишем так, из j в j. j в j за n шагов, да? Нет, не за n, а за n плюс k плюс l шагов. Вот такую вероятность. Тогда понятно, что мы можем из j перейти за k шагов за l шагов в i, затем постоять n шагов, за n шагов перейти в i, и потом за k шагов обвернуться в j. Значит, тем самым мы получаем, что эта вероятность строго положительна. Что отсюда вытекает? Отсюда вытекает, что n плюс k плюс l лежит в a от g. Так как k плюс l тоже лежит в a от g, то это означает, что k плюс l и сумма делятся на d от g. Это наибольший общий делитель всех чисел, которые вот здесь встречаются. Значит, n делится на это число. Так как n было произвольно из вот a от i, то отсюда вытекает, что любое число отсюда делится на d от g. Стало быть, d от i больше либо равно d от g. Ну и в силу симметрии, минимум, обратные они равны. Значит, они равны. Значит, тем самым, если мы интересуемся одним неразложимым классом, то периоды у всех состояний из этого класса будут одни и те же. Значит, можно говорить о периоде класса. Значит, каждый период имеет определенный класс. Вот если вернуться к нашей картинке вот этой вот, то здесь у нас период класса равен 2. Они могут быть одинаковые, могут быть разные. Значит, если период равен 1, то в этом случае мы говорим, что данный класс не периодичен. Так что если d равно 1, то это или а периодичен. Это одно и то же. Ну и в общем, значит, естественно, что в первую очередь логично интересоваться предельным поведением вероятности перехода в случае, когда период класса равен 1. А потом понять, что там будет в общем случае. Ну, я думаю, что вот в этот момент можно уже остановиться. Да. Продолжение следует... Продолжение следует...